Реализация государственной молодежной политики, а также развитие физической культуры и спорта в Тверской области. Эти темы стали главными на очередном заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Приоритеты в работе с молодежью глава региона назвал не просто главными, а стратегически важными. С подробностями наш корреспондент. Патриотическое развитие и духовно-нравственное воспитание. Именно этих приоритетов нужно придерживаться при реализации молодежной политики на территории Верхневолжья. С этого заявления начал открывая очередное заседание областного правительства глава региона Игорь Руденя. Губернатор напомнил о недавнем открытом уроке, который провел президент страны Владимир Путин. Тезисы о патриотизме и любви к родине, озвученные российским лидером в общении с молодым поколением, уверен Игорь Руденя, должны стать лейтмотивом всей работы областного кабинета министров. Это очень важно, это не пустые слова, это не какие-то дежурные фразы. Мы это прекрасно понимаем и каждый это видит на примере своей семьи. Если мы воспитываем детей в своем духе, в своем воспитании, и нас дети наши слушают, они относятся к родителям с пониманием и вниманием, то все родители получают уже дальше самые главные дивиденды. Это нормальная здоровая семья, нормальные здоровые дети, внуки и так далее, и так далее, и так далее. По данным за 2019 год, на территории Верхней Волжья проживает немногим меньше 212 тысяч молодых граждан. Однако динамика численности молодежи в Тверском регионе пока оставляет желать лучшего. Дабы ситуация поменялась и молодые люди оставались в нашем регионе, отметил Игорь Руденя, требуется развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение возможностей для реализации талантов и способностей в регионе. Возможно, поможет этой работе находящийся на обсуждении новый федеральный закон. Намного больше появилось направлений молодежной политики, целых 19. Основное – это и трудоустройство, это еще раз образование, это и поддержка предпринимательства молодежного, и самое главное – это информационное поле, потому что надо через создание молодежных агрегаторов показывать, какие есть меры господдержки. Этого немного кто знает. Не менее серьезная работа в ближайшие годы предстоит при реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Тверской области. За последнее время доля жителей, занимающихся спортом, в регионе выросла. Растет и уровень обеспечения населения спортивными объектами. На сегодняшний день он выше, чем в среднем по ЦФО и Российской Федерации. Всего в регионе более 3800 спортивных сооружений. Это плоскостные объекты, их свыше 2000, спортзалы – 848 объектов, стадионы – 17, а также бассейны, спорткомплексы с искусственным льдом, лыжные базы и другие. Уже в 2020-м их число планируется довести до почти 4000. Впрочем, работа будет вестись и по другим направлениям. Очень важно обратить внимание и правильно реализовать решения по тренерско-преподавательскому составу. Мы сегодня анализировали прошедший период времени по работе, видим, какие есть недостатки и что необходимо сделать в этой связи. В том числе и систему мотивации тренерско-преподавательского состава. Особое внимание развитию спорта высших достижений. В настоящее время 200 спортсменов от Тверской области включены в список кандидатов в сборные команды страны. В 2020 году ежемесячные стипендии губернатора Тверской области выплачиваются 128 спортсменам, в том числе с инвалидностью, включенным в состав национальных сборных. Также профессиональные спортсмены и тренеры получают единовременные вознаграждения. Им возмещают расходы на питание и обеспечивают другие виды поддержки. Для дальнейшего развития спорта высших достижений в Тверской области планируется создание Центра спортивной медицины, открытие на базе одного из профессиональных колледжей и отделения по подготовке педагогов по физической культуре и спорту, организация стажировок тренеров в спортивных сборных командах Российской Федерации. Добавим, что к 2024 году количество жителей Верхней Волжья, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, планируется повысить с 36,5% зафиксированных в 2019-м до 54,3%.